Во Франции всегда вот это производит самое большое впечатление. Что? Ну, подача. Круассан, кофе. Мы как раз находимся во Франции, где происходит заседание Интерпол. Интерпол. Здесь, да? Леоне. А сегодня интересно, что вот все сообщения с Украины Насирова. Предъявляли обвинения и педозру. Ну, с чем это связано? Там же сразу пишут, все заголовки пошли, что связано с тобой. Нет, это сегодня заседание комиссии Интерпола, как раз по мне. Поэтому не специально, чтобы поддавить, показать. Вот, смотрите, у нас еще тут тоже глава ДФС. Это целый. Целый, да. Поэтому у них они постоянно, как у меня назначают комиссию на какое-то число, они обязательно выкидывают какой-то специальный репортаж. То ли кого-то задерживают, то ли какие-то очередные факты находят. То есть это не борьба с коррупцией, а подтасовка фактов для международных. Да, для международных СМИ и для вот этой структуры Интерпол. Да, но получается, что Насиров пострадавший в этой ситуации, он же, в принципе, свой. Его назначали по квоте президента, насколько я знаю. Я не знаю, может, не знаю, почему он это делал. Я же свое мнение высказал. Для чего они это делают. У них все равно ничего не получится. Никто никого не арестует. Никто никого не посадит. Никто никого не посадят. Я вам даю гарантию, я вам должен поспорить, ничего не будет на сыр. Они же много насажали на директора НПЗ. И там посадят, пиар себе сделают, громкое дело, все. Вы же смотрели отчет НАБУ последний, который они отписали. Ну да, почти ничего. В суд практически ничего не уходит. 800 миллионов потрачено, 100 миллионов возвращено. Да. Баланс 700 миллионов минус. Абсолютно ничем на организации, да. Кроме пиар, компания ничего не делает. И получается, что, в принципе, это круг определенный лист, такие как Насиров, и как ты тоже, да. То есть это люди, в принципе, входящие там первые щабли. И очень долго. Но получается, что как бы жизнь пропадает в своей стране. Да, все равно все занимаются непонятно чем. Сегодня как бы на коне, потом на тебя то же самое насажали, что и тогда было. Он уже, в принципе, 20 лет. 25 лет там уже длится то же самое. Да, да, 100%. Ты с какого, когда начал в газовой сфере работать? Ну, я один из первых начал, что нашел в 1993 году. Меня просто интересно как предпринимателя, как вы выходили на это. Потому что я, например, там из Днепровитовска даже не знал. Единственное, что меня поразило, я когда приехал, меня повезли в Кончезаску. Я думаю, да откуда у них столько денег, в Кончезаску? Как вы туда входили? Ну, первые все газовые контракты, это с Туркмени начинали. Раньше весь газ на Украину шел, с Туркмени. Бартерные поставки. Я динозировал, не понял, у него же день рождения, по-моему, сейчас, сегодня или... Сегодня, да? По-моему, не было в эти дни, да. Просто обычно на день рождения бы ему не предъявляли ничего, могли подождать там или понедельник, или вторник. А так как... Ну, и могли бы тише предъявлять. Да, комиссия, как им нужно было показать этот громкий скандал. Мы сейчас в Париже находимся, я так понимаю. Да. Для дела к нам. Башня. Башня. Я не могу понять, почему человеку мира, такому как ты, который там и с Трампом знаком, и там занимался этими конным спортом, это же такой очень дорогой спорт, в принципе, выходит сразу на элитру многих стран. Дальше... И зачем тебе вообще Украина? Ты продолжаешь ей все равно заниматься? Ну, конечно. Конечно. Насколько я слышал, то денег у тебя, в принципе, хватит до конца. Деньги, да, все-таки бизнесмен, всю жизнь в бизнесе, поэтому по Украине все равно случаю, и буду продолжать заниматься. Сегодня я заметил, что к тебе начали приезжать очень много политиков. Мы не будем называть такие политики, хотя если хочешь, можешь назвать такие политики. Да. Но они очень знаковые, эти политики, я тоже не буду их называть, но получается, что ты становишься как центр притяжения тех, кто хочет другой Украины. Короче, Украина не Порошенко, потому что сейчас можно сказать, что это Украина Порошенко со всеми недостатками, жадностью, тщеславием и всем остальным. И какие планы с этими политиками идут, все-таки что-то, ты, слава Богу, вступил в партию 5-10. Слава Богу, определился. Ну да, в основном проезжают оппозиционные политики, которые довольны сегодняшней властью, которые хотят поменять, которые хотят улучшить жизнь на Украине. Поэтому мы как-то после царской России, знаете, образовались иммиграционный центр, общаемся с людьми, договариваемся о чем-то там, услушивая их планы. Интересно, что они предлагают вообще? Просто приезжают там, говорят, что делать? Ну вот... Это же разный спектр, я так понимаю, от социалистического до капиталистического. Ну, в основном люди хотят, что? Первое, то, что стоит в стране, первое, сегодня полностью развивает. Ну, я скажу так, бизнеса нет. Ты даже себе не представляешь, здесь из Франции, что творится. Даже некуда всунуть палец. Здесь вопрос покупательной способности уже населения, потому что она равна нулю. Да, у высших эшелонов власти настолько боязнь, что люди, кто-то будут зарабатывать и смогут эти деньги финансировать против них. То есть практически здесь средний бизнес уничтожен, верхнего бизнеса, как такового, тоже нет. Банки все рушатся. То есть очень важно отслеживать все финансовые потоки через какие-то банки. И как бы всех своих конкурентов, банкиров и прочих, которые, я с ними, они просто всех бомбродят, уничтожают. Ну, огромные деньги сейчас у людей, которые разбежались по всей стране. От Америки, Европы до России. По большому счету, вот, недавно разговаривал с людьми, они говорят, себестоимость крупной избирательной компании, которой хватит, где-то 50 миллионов долларов. То есть это гарантированный проход, это гарантированно все. В принципе, я так понимаю, что беженцы все могут собрать такую сумму все вместе. И двинуть ее. И они, эти деньги будут неконтролируемые у нас. Это не потоки, это чистые деньги. Они уже, можно сказать, лошадь. То есть спрятаны очень хорошо. Я почему, что, по сути, к тебе сейчас вот люди приезжают, это же с этой надеждой, что возможно, отсюда это пойдет. Думаю, да. Потому что реально в Киеве, в Украине 50 миллионов сейчас заработать это, ну, я даже нереально. Пожалуй, только президент может подзарабатывать. Ну, да. Ну, я думаю, что большинство политиков бы людям надоело уже все, что происходит в стране. Хотят какого-то порядка. Хотят послабления тех же налогов, каких-то льгот для бизнеса, чтобы экономика развивалась. Поэтому идея, кстати, партии 5-10 очень подходит под этот весь концепт. То есть дать людям максимально льготные налоги, чтобы все могли заниматься бизнесом. Все платили налоги, могли спокойно спать. Но не те заоблачные налоги, которые сегодня нам предлагают. Так и суть же очень простая, что если деньги, у украинцев одна проблема, это тысячу лет фактически нищета полнейшая. Структура экспорта, она всегда вывела, там не изменила. Проблема крупного бизнеса в чем состоит, да? У нас сегодня весь крупный бизнес зависит от государства. Это да. То есть если ты что хочешь зарабатывать, соответственно, как говорится, ты должен, ты должен, соответственно, там, кому-то что-то занести. И вы же понимаете, что те люди, которые находятся в высших членах власти, они не будут рады, там, 2-3 копейкам. Они как минимум претендуют на 50% доли заработка. И все больше и больше. В лучшем случае, в лучшем случае, да? Ну и каково, допустим, бизнесу. Вот он сидит и думает, так. Мне, чтобы заниматься, чтобы удовлетворить вот эти потребности высших людей, мне нужно зарабатывать много. То есть ему все время приходится находить какую-то схему, как вывести деньги, где заработать, где что. Чтобы именно был доволен высшей членов власти. Чтобы ты не пришел к нему, там, в какой-то там мелочи и сказал, вот это, ну, зачем ты мне нужен, я столько и так... Маленькие цифры не воспринимаются. Конечно, да. А бизнесом заниматься хочется, зарабатывать хочется, поэтому ему приходится выкручиваться, думать. В итоге вся его схема и бизнес становится нелегитимным. То есть у него всегда находится пробел, по которому все вот эти контролирующие власти, там, налоговая, СБУ, там, даже... А это целая, целая вот эта бригада, которые могут его быстро сожрать. Поэтому идея какого-то единого налога, минимального, который бы устраивал, который бы все, можно сказать, с радостью платили, грубо говоря, ну, дайте какой-то там... Платите и все. И государство получает, и бизнесмены занимаются. И не надо никому ни от кого не скрываться. Ни от каких-то правоохранительных органов или еще что-то. Идея партии 5.10, конечно, она подходит под этот концепт, экономический концепт, который могли бы принять все люди на Украине. Причем это интересно, что это всем выгодно. Я даже не могу найти сословия или человека, от пенсионера, инвалида, там, до супербогатого человека и даже президента. Кому это не выгодно. На самом деле, где встречаются все богатые обычные? Либо в офшоре, либо в Монако, а это все безналоговые территории. Кстати, историю Европы, когда смотрели, то, оказывается, все страны, когда поднимались, были безналоговые. То есть они лет 20-30 безналогов хорошо поднимались, а потом уже пускали эти социальные налоги, становились социалистические. Ну, опять же, с бизнес-элитой необходимо общаться там. Ну, общаться не так, что, знаете, как привыкли. Вызвали олигархов, у кого какой бизнес. Переписаны. Да. Потоки видны через национальный банк. Да, расскажите, да, расскажите все, сколько, что, чего зарабатывают. Ну, и говорят так. То есть какая у всех всегда руководителей страны идея. Так, расскажи мне, сколько ты зарабатываешь, сколько бы я мог с тобой. Все говорят, там, не мне в карман, не еще что-то, это мне надо, там, ты же понимаешь, я тебя буду поддерживать, это мне надо, там, на выборы поддерживать партии. Никто не говорит, там, это мне в карман или еще на выборы, на поддержку партии, то-то-то-то. Хоть бы один руководитель в стране сказал бы, слушай, ну, сколько ты зарабатываешь? Зарабатываешь, там, 100 миллионов. И зачем мне, я и так богатый, у меня есть деньги, я, там, миллиардер. Что мне эти, там, если ты 100 зарабатываешь, что мне эти 50 миллионов? Погода никакой не сделает. Построй, там, детские сады, школы, там, спортивные площадки, делай что-нибудь для народа, дороги, вот в этом месте, там, ужасные дороги, или в этой области, вот эти все деньги, что и зарабатываешь, ты же мне готова дать 50 процентов, вложи туда. Вот у меня тут есть как раз мета, принесена, там, Украфтодором или еще что-то, что нам с бюджета надо, чтобы я с бюджета не тащил, а ты говоришь, что ты можешь заработать 100 миллионов. В Майами так наркобаронов заставили, хочешь выйти из тюрьмы, построить там несколько километров. Я в плане того, они поменяли менталитет, даже тех же бизнесменов, алиэкспресс, одно дело, когда у тебя забирают деньги и упрашивают себе на карманы, рассказывают, они что, понимают, мы что жили уже при всех властях, и эту сказку все рассказывают, на выборы, на партию, там, еще куда-то, и каждому, да. Деньги все равно же расходятся по карману, никаких выборов, никаких партий, ничего там, и... Не, на выборы надо выбросить огромные деньги, это они понимают. Ну, правильно, ну, когда, грубо говоря, там, 10 олигархов, и каждому рассказывают одну и ту же историю, что вот мне надо, там, 50 миллионов на выборы, и каждый ему требует по 50 миллионов, знаете, вот, вы понимаете, сколько у него седает, и сколько реально идет на выборы. А более того, напрягаются еще другие люди, вот, там, назначили по областям, какие-то, там, руководители, вот, за это ты должен на выборы нас собирать, там, столько-то, столько, то есть, оплатят вообще другие люди. Причем теперь оно дошло до того, что просто крадите голоса. Ну, да. Это суть, уже схемы шли в голоса, уже эти сетки появились, уже свои, там, социальные бабушки, а все это, опять же, стоит постоянных денег. Ну, да. Сейчас вообще на предвыборных кампаниях надо очень внимательно наблюдать, потому что столько технологий, столько всего придумывают, и придумывают вот эти партии, которые забирают на себя, это, значит, свои, свои оппозиционные партии, вот, что тут надо разобраться, кто реально, там, оппозиционный, а кто реально просто... Придумывают такое дерьмо, как кличка, ой, этот самый, как говорился, Леша Плот. Хорошо, как говорился, как раз, после того, как мост упал, да? Может, упал, обвинили опять мафы, которые снесли 10 лет назад или сгорели. Вот тоже, это же все одна плеяда, по сути, люди, которые поверили, они шли на... Я хотел тебя спросить, ты точно знаешь, наверное, вот эта вот заварушка с блокадой, которую Семенченко там организует, непонятно, получается, что со всех сторон Украине плохо. То есть они перегородили, и теперь Россия, насколько я слышал, собирается перекрывать и этот весь угольный, вместе с металлургическими комбинатами, бассейн, отторгать себе. У меня лично такое впечатление, что Порошенко и власть делают все, чтобы Россия забрала это, но у них остался обвинительный акт в этой лидии. Ну, во-первых, для них это сумасшедший бизнес, вы сами понимаете, сколько там уголь стоит, почему он там на курс? По 500-600, да, гривен за... А опять же, поставка на центр энергию, я смотрел бы, 3-200. Да, поставки на центр энергию где-то получается, ну, во сколько, в 4-5 раз дороже. Да. Ладно, если бы не этот уголь тянули, который... Я посчитал, что вот этих 3-200, это 20%, потому что ты когда-то описывал эту схему, что 20% в администрацию президента. Условия, да, ну, так и раньше было. Весь уголь, который поставлялся на центр энергию, на государственные компании, необходимо было отдавать определенный откат. А скажи, это наличными происходит этот откат? Наличными. Только наличными? Никаких там оплаты услуг, там, или что-то, пересеснение, то есть надо их отмыть, надо их доставить, и тогда это защита. Вперед эта оплата идет? Нет, после. 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 Расчет, ну, там, получается, даже каждомесячная поставка. А, у тебя же была эта переписка с Каноненко, ты загнал, ну, ты загнал, давай деньги. Да, каждый месяц все считается, и потом каждый месяц, скажем, будет. Если ты не произвел расчет, уже ты не поставляешь. Слушай, ну, хорошо. На тендер попадает кто-то другой. Ты же жил в это время, ну, так сказать, с ними, можно сказать. Тебя не ужасало, что руководители твоего государства, по сути, в кабинете занимаются не охраной государства, не созданием условий государства. Вот, короче, не защитой тех бедных, несчастных людей, в том числе и тебя. Они вот сидят и считают на салфетках, сколько кому, кого, куда. Ну, друзья, рассказывалось совсем другое, когда люди только приходят к власти и говорят, что вот кто сейчас у власти, грубо говоря, там, все коррупционеры, нам надо их всех поменять, чтобы сделать все правильно. Для этого нам надо усилиться, укрепиться. Для укрепления нужны какие-то там финансы, это ясно. И мы будем делать что-то. Ну, как только люди укрепляются и порастают во всех ветках власти сильными мира сегодня, своими людьми, так сказать, меняют одних на других. Когда они чувствуют, что у них полнота власти и все, то есть люди уже не думают о благосостоянии там людей, они только думают, как набить свои карманы. У меня вопрос, мир такой сейчас контролируемый, куда эти деньги, куда с этими деньгами пошли. Вот я представляю, сейчас проблема у многих станет, это политика, которая будет уходить в первую тишину. Там все равно год, два, пять, десять пройдет, но некоторых же там в России по сотне миллиардов пользоваться так. Ну, знаете, есть такой тип людей, которые, знаете, даже если у них деньги есть, они хотят просто больше. Им все равно они готовы закрыться, никуда не выезжать, потому что у них все подвалы были набиты вот наличкой, они смотрят, и вот для них это жизнь, знаете. Одни есть люди, которые радуются, зарабатывают и тратят деньги, радуются, когда кто-то рядом зарабатывает, радуются, когда там люди в красоте или еще что-нибудь, знаете, путешествуют. Одни вот есть просто, которые готовы закрыться, закрыться в своем доме и наслаждаться деньгами. Смотреть на них, разговариваться, какие там хорошие, владенькие. Я вам скажу честно, я вас встречал, есть вот такие, знаете, тем более насмотрели сегодня и фильмы, как Янукович выезжал из Украины, там, выезжал, там, целые транспортные машины вывозили ему, эти кэши и прочее. Здорово написал Кучма, он когда начал на Сардинии жить, он начал ходить по магазинам, он говорит, мне же уже там за 60-70, я впервые увидел магазины за свою жизнь, бутики эти все, ну, это очень красиво любит, можно ходить, пить кофе вот так вот сидеть за рубежом. Конечно, да. И получается, что Порошенко это как бы вот остаток того совкового периода, который так и не перестроился за, как его называли бизнесменом? Ну он же был там в правительстве всех предыдущих президентов. Его нельзя назвать бизнесменом, на самом деле он не бизнесмен, он скорее бизнес-пылесос, который всасывал в себя все, особо не развивает. Ну слушай, у него была идеальная возможность поставить какой-то хороший след в Украине. Шикарно, да, шикарно. Человек-миллиардер. Я сам голосовал за него, да. С серьезными деньгами. Я помню, когда вот был даже выбор, говорили, ну Кличко или Порошенко, то есть все ж люди думали так же, как и я. Человек построил серьезную там бизнес-империю, дал людям рабочие места. То есть технология отличная. Винницы там, ну грубо говоря. Люди там, какая поддержка, потому что все работают, какое предприятие. Ну, все думали, что они в Украине сделают, экономически сильно в Украине. Все говорили, человек-хозяйственник. Нельзя на одного, судя по всему, рассчитывать. Вот история Америки, если изучать, то пока они собрались вот эти ребята, которые учредили декларацию в начале, а потом начали ее жестко отстаивать, их была группа. То есть эта группа была на то время состоятельных достаточно людей, которые собрались. То, что, в принципе, вокруг тебя может произойти, то вот эта группа состоятельных людей, которые пока... Некоторые ездят туда, некоторые депутаты. По большому счету, никто не лишен гражданства, многие в регалиях находятся. В принципе, если они сядут, учредят то, что вот так должно быть для всех, а потом начать это выбор. По сути, вот партия опять есть, мы выписали эти правила, по которым могут жить все. Ну, приезжают же лидеры определенные всяких партий, о чем они говорят. Давайте помогайте, власть надо менять. Мы для всех бизнесменов сделаем хорошо. Говорят о том, о чем же это. Только не говорят, что. Да, не, говорят как, сделаем один налог, вам всем будет выгодно работать. Поддерживайте нас, мы потом в Украине сделаем экономическое, льготное пространство. Ты знаешь, нам некоторые вопросы, вот когда ты будешь с ними разговаривать, вот некоторые вопросы, они являются знаковыми. Ты когда только им задашь вопрос, а как вы относитесь к продаже земли? Как только он скажет против, это уже не защитник бизнеса. Как только скажет продажа всех госпредприятий, потому что это и есть источник коррупции. Они скажут, как только скажут, нет, надо госпредприятия сохранять. Это латентный фактически коррупционер, который хочет за тесан. По экономике мы же набрали там сумасшедшие кредиты. Я не знаю, под 90 миллиардов у нас было кредит. Да, оно должно сейчас сравняться с МВП. Их же надо как-то обслуживать, я не помню, по-моему, 2018-го мы должны быть 18 миллиардов. Ну, МВФ, наверное, не даст свалиться в дефолт. Я думаю, что МВФ использует этот крючок. Я думаю, вот если бы действительно был какой-то хозяйственник, да, я бы сказал, объявил бы дефолт и не выплачивал никому ничего. Дефолт – это смена правительства и смена президента? Да. Какая разница? А вокруг кого? Мы бы спасли экономику Украины. То есть мы бы остановили все вот эти выплаты. И все, что зарабатывалось бы на Украине, отдавали бы на развитие экономики, отдавали бы людям. А сейчас вот из-за того, что мы думаем о том, как заработать и поднять бюджет, а деньги все куда входят? На погашение. Набрали такие суммы. Их же когда берут, их же тратят вот так вот. Кто куда – кто налево, кто направо, да? А долги растут? Да. У бюджета растут. Сейчас вот приват, да? А те люди, которые берут, я бы им копейки не доверил. Ну правильно. Приват. 150 миллиардов вывели деньги, говорят, да? Да. Долги повесили на государство. Уголовные дела завели. Ну так а что? А что эти уголовные дела? Что они дадут? Ничего. Ничего не дадут. Национализацию этих куплетов. Вы это, выплачиваете кто будет? Государство? Правильно, пенсионер выплачивает за все. Более того, я тебе скажу, приват – это одно из оружий в будущем на выборы, да? В привате где-то 5 миллионов вкладчиков. Да. И деньги, соответственно, будут отдаваться так, я так думаю, кто правильно голосует. Поэтому это тоже одно из оружий на будущие выборы, да? Да, наверное. Будут все контролировать, смотреть какие. У людей там серьезные деньги остались, да? Какие же бизнес-группы. Смотри, американцы всегда смотрят, кого поддержать, чтобы сменить. Короче, они поддерживают, условно говоря, ближайшего плохого. Да. То есть вот есть самый плохой, а вот этот чуть меньше плохой. Но если они сгруппировались. Я говорю, что сейчас, судя по всему, для них нет кого поддерживать. На сегодняшний день в Украине нет политической силы, политического лига, которому можно было бы доверить будущие изменения в Украине. Смену власти иной элиты. Он поддерживает, я думаю, Тимошенко сейчас, раз учитывая. Нет. Нет. Даже близко не будет. Даже Саакашвили не будет поддерживать. Они его считают. Саакашвили, он не может же быть и так президентом. Он же не прожил в Украине. Ну, он мог бы там тянуть за собой, поддерживать кого-то. Но, видать, он не способен никого поддерживать. Он только себя может поддерживать. Ну, да. Деятельно-экорсентричный человек. Ну, я смотрю, ее же вызывают, Тимошенко в Америку. Ведут какие-то переговоры. То она у посла была, то ее сейчас пригласили. Я уверен, что это лоббистские организации, которым она платит деньги. Они организуют эти вот, надо деньги списывать. А вашингтонские лоббистские организации, они очень умеют это делать. Они и презентации сделают, они пригласят пару сенаторов туда там. То есть они могут это делать. Это просто очень дорого стоит. А что у нас сейчас по последним рейдинам вообще? Кто сейчас? 1,5, 1,2. Ну, у меня удивительная ситуация, что вот недавно канал 24 выставил на своем сайте опрос. Вот. Опрос, за какую партию вы будете голосовать. И партию 5-10 не ставят вопросов. Но когда посмотрели ленту обсуждений, там вся была забита. Это километровая. А где партия 5-10? Вот. В принципе, за опросы надо платить. Они ищут, когда им заплатят. Поэтому это такая же коммерческая штука, как и все остальное. Короче, чтобы вашу партию ставили вопросы, то за это надо платить. В Украине сейчас все удивительным способом поставлено на коммерческую осуду. Причем совершенно цинично. Совершенно так вот. Никого не интересует суть. Интересует деньги. Я понял, что деньги главное. Много. Я думаю, что и Порошенко будет бояться того, что ты входишь, потому что он понимает, что у тебя есть деньги. Но самое главное, я говорю, что в принципе пул таких, как ты, могут забрать необходимую сумму. А тогда это совершенно другая ситуация. Тогда и камеры открываются, и открывается телевидение. Радиостанции. Потому что у многих же есть влияние на них. По сути, нам чего и не хватало всегда. Нам не хватало всегда телевизора. Как только мы появимся в телевизоре, это будет не остановительно. Потому что идеология опробована полностью. В социальных сетях. Она обсуждена до конца. До каждого. Пожалуй, самая открытая идеология система. Самая понятная. Бояться я это чувствую. Поэтому они гоняются за мной по всей Европе. И хотят меня выловить. А как они музыкалы? Через Интерпол. Через Интерпол. Когда знали, что я в Германии нахожусь. Подавали напрямую. Я же выиграл суд в Германии. У меня был там ордер на арест. Я теперь читаю все с твоей страницы. Потому что, как член партии, ты для нас самый ценный. Объект. Вторая ситуация. Это сегодня день рассмотрения моего дела в Интерполе. И они вчера за день это решили показать показательный цирк. Который увидишь. Я могу даже поспорить с кем-то. Уже на следующей неделе и закончится весь. Всем именно нужно было это сделать перед третьим числом. Они же уже всем объявили, что дело уже передано в суд. Дело закрыто. Ты же слышал, надо вам сказать. Дело Нищенко закончено. Все отдано. И тут вдруг, после того, как они отдали дело на ознакомление. И уже сказали, что оно уже сейчас уходит в суд. Вдруг вот такой вот резкий. Сколько они занимались? Возбудили в 2015 году в декабре. Его дело закончили. Оно передается в суд. Вдруг они вспомнили про Насырова. Оказывается, важный фигурант этого дела начальник ГФС. И вот за день до рассмотрения этого. Они еще снова откроют дело. Оно уже не идет в суд. Вскрылся новый человек во всем деле. Ну смешно. Смешно. Теперь это будет ходить по кругу. А в принципе, вот люди часто не понимают, в чем конкретно тебя отбили. Ну, я понимаю, что схемы там были, все это знают. Ты сам в этом признался. Ты сказал, что деньги ходили в администрацию прямо президентом. Ясно, что у тебя они оставили. Но вот в чем конкретно могут отбили? Ну, в чем они? По большому счету им и предъявить нечего, да? Основная, основная. Это же все равно превращение через прокладки многочисленных денег из безналичных в наличные. Да не было никаких там ни уходов от налогов, ничего не. Потому что все вот эти арендные платежи, там, как бы ты не занижал цены или еще что-то. Они устойчивые поставили? Они устойчивые. Есть цена НКРЭ. То есть вот это вот все эти сказки, которые придумывают, там, продали там за две тысячи, вернее, купили за две, продали за пять. Это все там, знаете, полностью бред сумасшедшего. Вот. Схема такая. Вот налоги от газа плавятся от той цены, которую устанавливает НКРЭ. НКРЭ установила цену семь тысяч, будь добр, заплати ренту. Можешь продавать, почем хочешь. Да, можешь продавать, почем хочешь. Но проблема в чем, что мы, когда создался долг по этой ренте, да, и вот по этой ренте долг был отсрочен официально. Да. Это было, знаете, это как берется кредит, ты берешь налоговую отсрочку, официально ты ее подписываешь. Если тебе налоговая предоставила отсрочка, то есть рестуризация, отсрочила, сказала, ты можешь там заплатить ее через год, но за это ты должен нам заплатить там 36. Могу предположить, что за это надо было платить не сезон? Да нет, платить не надо было, потому что 36 процентов годовых, да. Это серьезный кредит. А у них же есть залог. У них есть залог твое предприятие, твой газ. То есть грубо говоря, если ты не уплатил, они завтра забрали твое предприятие, твой газ. Вот то, что они и сейчас и делают. Весь газ, который добывается. А это что? Это газ в хранилище? Газ добывается, его просто потом забирают, да. То есть предприятие, оно рабочее, оно уже сделано. Оно же не стоит, оно стоит намного больше тех денег, за которые... То есть реально там они... А как, объясни для меня, я до сих пор дала. Как выглядит это предприятие? То есть материальные активы, я сейчас не говорю, они не материальные. Ну как, это буря со скважинами. А, со скважинами, да. То есть построено там, грубо говоря, такой мини-завод. Газ, который добывается, обрабатывается, там разделяется. А сколько это дает скважинам стоит? Ну, что ж ты, ну, бурит скважин, судя на Украине, да, от 5 до 10 миллионов. Там серьезные инвестиции, да. Потому что... И надо еще попасть. Ну, сколько у украинского газа в добывании в скважин таких? Ну, это газ в добывании в бизнесе-то на чем основывается? Это ж как бы инвестиционный бизнес. Это ж не то, что ты там взял, как все говорят, там, газ в добывании и забрал себе. У краевого добывания есть около тысячи старых скважин, которые нерабочие. Которые еще в современном, там, Советского Союза бурились, аварии какие-то были. То есть у них есть эти скважины, ты приходишь к инвестору, что у вас есть нерабочие скважины. Давайте заключим с вами договор о совместной деятельности. Мы даем деньги, мы их восстанавливаем, вкладываем. То есть, по большому счету, в бизнес и проекты как работают? То есть, если ты вложил и что-то получил, то первое время должно отбиваться, а потом уже... От определенное количество лет. Ну да. А там сразу, если пошел в газ, то сразу ты должен отдавать часть, согласно этому. Это я описал американскую систему. Да, да, да. Пока не закрыл инвестицию, у тебя налогов нет всю жизнь. Нет, нет, у нас наоборот, да. То есть ты должен сразу отдавать, а потом уже. Меня, кстати, поразила эта американская система. А когда же они налоги будут? Так можно всю жизнь не платить. Не переживай, когда-нибудь накопишь столько уплату. Особенно при продаже. Да, да. Вот поэтому там как такового... как такового дела у них и не будет. Оно все развалится в суде. И поэтому они, конечно, почему так нервничают и придумают. Что дело уже ушло в суд. И уже начали первые их сделки со следствием, которые они уже ранее передавали в суд, начали лопали. Сейчас был апелляционный суд. И такие две сделки со следствием лопнули. То есть люди-то реально, они когда сидят в тюрьме и заставляют... Пишите, 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 мы вас сразу выпустим. Потом, когда они выпускают, их спрашивают. Вы видели? Мы его глазами знаем. Нам сказали написать выходить из тюрьмы. Да. И все подписывают. Поэтому все дело рухнет. Я не могу понять, зачем президент, а я думаю, что он лично отдавал эти все указания, создал себе такой геморрог. Все было хорошо. Крошицы, а не слазы, латые яйца. Рассчитывали же на другое. Думали как. Бежит в Россию, признаем врагом народа. Все, что есть там плохое и все кражи государства, повесим на него и пусть там отвечает. Сидит в России, мы его сделаем, там, в Каздом Отмечения. Никто не ожидал, что еду в Европу. Ну да, все хотели, чтобы в Европу, да. Они вначале так и подавали там. Ну конечно. Российский бежит. Все. Уже говорит, паспорт получил в России. До сих пор никак не покажет. Все. Все время задаю каждый мир. Покажи мой паспорт российский. Я говорю, который ты объявил, сказал. Вышли там целые генеральные прокуроры и главы СБУ и объявили меня агентом ФСБ и прочим. Видишь? Даже. Помнишь историю, как это? Это у меня там продюсер 112 канала, который брал у меня интервью. Мы специально подкинули эту утку там Бродскому. А, Бродский зацепился вам заниматься. Кинули. А за что тебя Бродский ненавидит? Ну там я его знаю. Ненавистник так. Сто лет. Он не меня ненавидит. Он просто любит сильно вылизывать жопу там президенту, да. А он сейчас пытается внедриться. Ты же помнишь, он как только кто-то приходит к власти, он не знает, как к нему подрулить. Он там при Януковиче был в кабинете министра. Работали. Раз поменялось все. Он тут. У Юлии Владимировны он когда-то был там руководителем. Помнишь? Всем партийным списком. Да. То есть его задача залезть. Потом начинаются пропажи денег. Никто не до счетов. Это везде замешан Бродский. А потом начнет мазать это все. Да. Это тоже любитель. Кто с Бродским поработал, он после этого начинает этого человека мазать всегда. Да, да, да. Потом у него все становятся плохие. А он все время за него приходит. Он приходит. Писали о твоих отношениях с Шупричем. У нас там что-то. Вы в каких отношениях? Ну, не надо даже. Мы когда-то… Я занимался менеджментом этой компании, которую сейчас у Ахметова, которую отжимали на второй раз в Водобуванне. В тот период я занимался менеджментом этой компании. В период ее роста. Туда у меня были и отношения с Шупричем и с Родьковским. Пока они не начали воевать между собой. Когда уже начали воевать, я отошел в эту сторону. Тяжело было их примирить. Все эти ситуации. Интересно, если кто-то прописал эту историю киевского бизнеса. Закрытую, я имею в виду. Которая видна только по машинам, по ресторанам, по Питерам. Сейчас, кстати, вот и в Гарновке. Сейчас очень здорово шумит все вокруг вот этого. Там, где Гудвайн, вот эта линия. И там все и Долгый, и Яценюк, и все. Все уже в офисах сидят на Родьковской. Все вокруг там. Как, знаете, такое кубло образовалось в Киеве. Но опять возле газа все. В Украине не было бизнеса кроме газа и нефти. Газ, нефти. Все энергоносители это всегда было прибыльно. Потому что количество... Ну идеально же демонополизация была, чтобы все могли этим заниматься. Ну конечно. Потому что вся же проблема от того, что государство в этом присутствует. Если убрать из этой схемы государство, где же Центрэнерго продать, то все становится на свои места. Есть конкурс. То есть вот хоть здесь был, хоть здесь был. И на цену сразу повредил. Ну во всех европейских странах много и трейдеров, и рынок свободный. Занимайтесь, да. Есть деньги инвестируй. Это дорогие инвестиции. Ну кто войдет в такую инвестицию? Там 10 миллионов за сколько? Еще с неизвестным результатом, я так понимаю. Это же риск. Большой риск. Ты можешь попасть, а можешь не попасть. Я так понимаю, что приносят какие-то люди тебе бумаги. Говорит, там газ есть. Я точно знаю. Вот заключение. Купи. Есть же сейсмика. То есть реально ты, если уже идешь куда-то, то ты проверяешь. Делаешь сейсмическую разведку. Потом смотришь, в принципе, гурит ли кто-то рядом когда-то или что-то было. В основном берутся во всех ситуациях, берутся те скважины. Если когда-то там уже был какой-то дебет. Когда она что-то давала, там получилась авария. И, грубо говоря, там авария стоит затрат. Я думаю, это все 50 на 50. Инвестиции в газовом бизнесе, то есть при гурении. Это в лучшем случае 50 на 50. А вообще это 20 на 80. Риски большие. Ну получается источник заработка все равно здесь государство. Потому что оно может потом брать все равно по завышенным ценам. Может договориться с чиновником. Государство всегда зарабатывает. Ренты большие. Мы же самые большие ренты во всем мире. Налоги, ренты. Ну и как бы... Дорогая же страна. А чего не поставить большие ренты? Ну да. У нас много добывается. И переизбыток. Так и говорят, что у нас должен быть индекс. Я говорю, у нас что, переизбыток производства? Проблема в том, что за последнее время больше никто не инвестирует газа в бизнес. Да. Добыча газа рухнула. Если сравнить, допустим, с 2012, посмотреть по 2017, то есть... Ну получается сейчас идет просто внутривидовая война? Да. По сути, если использовать эти же правила, которые были всегда, то есть договариваться, то договариваться уже не работает. Да. Инвестировать больше никто не будет. Компании никакие. Все поуходили, которые у нас когда-то хотели быть инвесторами. Там какое-то окружение близкое к президенту пытается перекупить эти инвестиционные проекты и взять и сами инвесторами. Мы думаем, учитывая... Вот сейчас хорошее время для того, чтобы понимание приходит, насколько важно строить массовую партию. То есть как организацию. Вот это вот уже становится страшно выгодно. Она может строиться не вокруг личности, а вокруг идеи, во-первых. А во-вторых, когда массовая организация появляется, она постоянно присутствует в политике. Соответственно, если у нее есть четкая идеология, она не дает профессии всему обществу. Потому что на самом деле у нас же идеологии не было до сих пор. Ну да. Какая разница, за что? Дайте хорошее название, про финансирование не пойдет. Меня во всей этой истории, конечно, поражают, как вот меняются люди, да? Когда садятся во власть? Да. Ну, ладно, там люди такого класса, как Порошенко, бывшие бизнесмены, которые всегда были такие. Знаете? Да. Которые носили туда, потом сами стояли? Да. Поражают такие люди, как Личко. Да. Человек, который, ну можно сказать, был гордость Украины. Который стоял на Майдане. Который там, на которого как бы все надеялись. Да. Ты знаешь, до сих пор надеялись. Это удивительно. Который засел тоже в один из эшелонов власти. Вы знаете, его все устраивает, да? Все. Все устраивает. Они сели на какие-то потоки. И он примерно говорит так, скажите мне, что сказать. Да. Я выйду и скажу. Который, если раньше там, грубо говоря, не боялся и выходил там, огнобил того же Януковича или сюда этого. Как только человек сел на заработное место, когда у него все сложилось, я уверен, что сто процентов ненавидит того же Порошенко, того же там Грозьманыча. Но он ничего не может им сказать. Наверное, там все друг друга ненавидят. Да. Он полностью от них зависит. Потому что бюджет. То есть Киев должен получать из бюджета это. Ему надо бы прошивать бюджет, а это значит... То есть он притих, его не слышно, не видно. Он не говорит о том, что власть плохая. Он перестал быть борцом. Его все устраивают. Порядка в городе нет. Мафию убирают. Начал давить средний бизнес. Для меня вообще это непонятно. Это конечно. Это... Зачем эти несчастные кофемолки трогать? Он несчастный, стоит на морозе. Эти зарабатывают... Я же знаю, у меня там кафешку открыл. Она зарабатывает 4-5 тысяч гривен в день. И не зарабатывает. Это вообще доход. Из него она зарабатывает процентов 30. Им надо заново все это снести, чтобы начали заново все получать разрешение. А это всегда идет дополнительный заработок. Ты же сам понимаешь. Получить разрешение, как раньше еще. В Черновецком. На чем они все зарабатывали? На разрешениях? На выдаче земли? Это не видно. Опять хотят... Ты же посмотри, кто управляет этим. Все бывшие Черновецкого сели туда. Ну смотри, все равно же об этом писали много. Лещенко писал об этом. И Кличко, и Порошенко выходцы все равно от Фиртыша. Вот если сейчас Фиртыша экстрадируют в США, говорят, что будет огромный передел газового, всего этого рынка. В том числе и медийного пространства. Наследство Фиртыша будет грабиться, как когда-то грабилось наследство Лазарена, когда его приговорили. Пошла зачистка. Все нашел, забирал. Ну да. Возможно. Возможно. Возможно это круто. И это же будет большая газовая война? Я даже не знаю, насколько сейчас стабилизирующие работают все это же. У нас и так войны во всех отраслях. Если еще добавить газовое, я не понимаю, что будет страной. И так смотри, какой беспорядок в стране. Война идет, люди возвращаются, все вооруженные. Уже работать никто не хотят. Все, кто были там. А ты знаешь, как грабили до БСН Советского? Пришли ко мне его менеджеры. Говорят, мы не знаем, что делать, но вы тут с кофемолками боретесь. Подскажите, что делать? Говорят, из налоговой приезжают люди. Говорят, пишут жалобу, что там плохой бензин. После этого приходят и говорят, мы на пробу берем ваш бензин с заправки и закачиваем целый бензовоз. Не бутылочку берут, короче, пошли на заправках выкачивать бензин просто. Таким образом уничтожают всю сель, забирают у них этот бензин. А когда они начинали сопротивляться, первыми приходили тетушки их били. Если тетушки не справлялись, приходило огромное количество полиции. Если полиция не справлялась, следующим приходили эти барсы, кобры. И так они грабили все заправки. Ты мне рассказываешь. Ты мне расскажешь по БРСМ. Если ко мне сам Каноненко подходил когда-то и говорил, что передай своему Сливецкому что-то, он должен поделиться. Мы тут, да, они как раз с этим, с Пашинским наложили глаз на всю эту сель, и хотели их просто отжать. Я так понимаю, что вот эти менеджеры жаловались, что говорят, нет предложений. Мы согласны уже. Нет предложений. Нет, предложений там и не было. Отжать это значит, вы должны просто отдать, как минимум 50 процентов. Я же тебе даже тоже не рассказываю, когда я помню, только поменялась власть, только поменялась. Ко мне даже приходили там люди, близкие Калакова, губернатор Полтавы, с какой фамилией? Не понял. Бывший депутат Народного фронта. Бывший губернатор Полтавы, кому надо посвятить. Приходит ко мне, ну если такой, не помню, Валерий, Валерий, и говорит, значит, с тебя 5 миллионов и переписать бизнес на нас 50 процентов. Я говорю, а кто ты такой? Ты что не понял? Я там приближенный Калаков. Хорошо, что вы народный депутат, знаешь, нашел какой-то выход, пошел к Калакову. Говорит, слушай, а что это у вас за новые правила? Пришел ко мне этот парень, говорит, говорит, от тебя. Говорит, 5 миллионов, там, бизнес переписали. Тому, видно, стало стыдно, знаешь, ты же министр внутренних дел тут, когда служит какое-то вымога. Я разберусь, я разберусь. Ну и пропал это сразу же. Ну я говорю, факт. Сначала, как только власть поменялась, мы пришли, сразу прибежали к тебе. Должен столько-то это переписать. Подожди, а ты же народным депутатом был? Я же был народным депутатом. Один из выходящих людей страны. Тебе можно вот так зайти? Да, вот так пришел. Я говорю, как только поменялась... Это хоть вежливо происходит? Нет, ну я его там послал сразу, это случилось. Мы же-то все, в принципе, когда находимся в парламенте, мы-то все друг друга знаем, а тут появился какой-то непонятный парень, говорит, перепиши на меня товар, дай мне столько-то, знаешь. Всегда можно подойти даже к тем же оппозиционерам и сказать, а что это такое? Я бы не связывался. Ну да. Сказала одна же университет, не связывайтесь с богатым временем. Они такие, как все, только с автоматами. Да. Интересно, что даже вот так вот к вам подходит. Нам, наверное, не подходит, потому что нечего взять. А когда есть что взять, то сразу все на себя. Ну и этих же всех, грубо говоря, весь олигархат, их же тоже поджимали. Не смогли защититься никто. Поступили как с шавками. Да. Хвосты поджали. Самое интересное, я сейчас разговариваю со многими, я говорю, ну тебя забрали там, ты будешь что-то делать? Что делать? Они должны мстить. А ведь еще недавно они говорили, да если на меня придут, то я пору. А оказывается нет, ничего не можем. Ну, честно, поражаюсь. Вроде же все серьезные люди. Многие, все, когда даже пришел Янукович, все устояли как-то, знаете. При Януковиче это все пацаны. Да, все олигархи устояли. Все богатые люди как-то договаривались, но все сохранили бизнес. Сейчас вот смотрим Коломойский. Укарнафту потерял. Это была потеря грибы. Транснефть потерял. Я из Днепропетровска, это Коломойский в Днепропетровске, это типа Бога такого, животворящего. Но считалось, что или дьявола там, вообще ничего не важно. Много лет же это еще с лазарем как было. И тут вдруг рушится в три дня такая, ну это как приват перед новым годом. Это за гранией. Весь бизнес отошел. Он сидит, молчит. ничего не говорит, странно. А потому что дурака валяют. А продолжают же валять дурака, например, такая партия как Укроп. Они создали Укроп, а в Укропе, когда читаешь их программу, это социалистическая программа. Национализация у олигархов. Они же пишут свои программы. А кто финансирует это? Коломойский, у которого все забрали. Вот кто получит национализацию. Раз ты такие партии, сам же их финансирует. То есть такая двойная морагия. Давайте мы для народа это сделаем. Нет, чтобы народ подтягивать к себе, разъяснять ему, как живут люди, почему страны поднимаются, почему они богатеют, какие причины для этого, почему беднеют. Нет, давайте дурака валять, спросим у народа, что он хочет, и расскажем ему эту сказку. И вернем все на правду. Да. 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 Период интересный. Хорошо бы провести в Париже конгресс 5-10, и пригласить сюда олигархов. Это вообще возможно когда-нибудь? пострадавшие. Думал, возможно. Это, конечно, тогда бы, наверное, прошло бы запрясться в поле. Потому что если бы люди съехались вот так вот на неприкосновенной территории, обсудили и решили, мы идем вот в эту сторону. Это не то, что съезд какой-то партии. Была бы уже совсем другая парадигма. Но люди придут рано или поздно. Что именно... Я надеюсь, что на тебя придут. Потому что ты сейчас первый получился, и человек, который не побоялся так в открытую воевать. Потому что все остальные не воюют. Это не война. Все остальные надеются вернуться и договориться. Все молчат. Всех жмут, отжимают. Но все, я смотрю, сидят тихо. Очень тихо. И учитывая, что даже вот... Посмотреть же, многие же олигархов целые свои каналы. Телевизионные каналы. Пресса. Да. Но пресса молчит тихо. По-прежнему восславляет нашу власть, что все хорошо. Ничего не могут сделать. Действительно, зажали сегодня всех людей настолько, что все даже боятся что-то говорить. То есть у них уже там часть добра поотнимали. Вот они все пытаются сохранить ту небольшую часть, которая осталась. А никто не сохранил. Это же как каток, он катился. Денег не хватает. Я же так понимаю, не знаю по твоим оценкам, сколько Украина после того, как отказались от, короче, от старых газовых схем, сколько ушло из бюджета. То есть я там слышал цифру 20 миллиардов, как бы испарилось. То есть они уже не перераспределяются в теневом секторе. То есть это колоссальные деньги, и получается это голод сейчас у всех. по сути сейчас еще найди работающую компанию прибыли. Да, извиняюсь. А раз так, то соответственно за все работающие будут идти битва вверх. Делиться надо еще больше, потому что все уже все понимают. Сейчас надо с антикоррупционным бюро уже делиться. Да. С НАБУ надо делиться, с прокуратурой делиться, с налоговой делиться. Короче, куча органов надзирающих, с которыми надо делиться. Ты булку не съел? Да. Сейчас. Ну хорошо, тогда такое программное интервью мы покажем людям. Да. В всяком случае они тебя услышат, твои пожелания. Потому что для многих было непонятно твое вступление в партию в подвизию. Мы должны признаться, что это совершенно случайно произошло. И кстати, благодаря социальной сети многие думают, что это так сложно. Оказывается, просто человеку написать правильные слова, может откликнуться, может создаться. И встреча. Да. Сети делают большое дело сейчас. Общение с людьми. Ты ж мало общался по этим делам? Мало, да. Вообще никогда. Учитывая, что живешь за границей, времени больше. Как бы в параллельном пространстве уже. Да. Да. Ну, знаешь, иногда и хорошо такой стресс-период. Начинаешь много ИПС. Это ж тебе сколько лет сейчас? 47. 47. Ну, так это же. Новый подъем. Ну, может быть, очень крутой подъем. Чего не посмотреть на Трампа 70-летнего? Ситуация хорошая. Забрали все. Ничего не оставили. Ничего меня не держит. И сейчас творчество может. Да. Политическое. Ничем нельзя меня шантажировать. То есть, полностью свобода. Человек может заниматься всем чем. И, получается, всегда очень красивыми вещами занимаются. Это женщины. Это лошадь. Тут такие бизнесы красивые. Это не бизнес, а тут лошадь. Это спорт. Ну, все равно там же свой бизнес присутствует. Это общение. А через общение бизнес. Ну, да. Красивые картины, я слышал по себе. Да. Я так одно интервью увидел. Ты девушку сказал. Она тебе спросила, какие у вас картины? Да. Ты говоришь, дорогие. И такая солнея. И раз до дороги. А теперь ты, получается, можешь заняться красивой партией. Да. Ну, я тебе скажу, что это сложная штука создание движения. Ну, я думаю, будет успеть. Я редко когда-то считаю. Мне бы хотелось, чтобы ты сам лично больше участвовал. Потому что здесь вот личное участие. В нашей партии так получилось, что у нас есть личное участие. Тогда есть успех. Потому что партия 5-10 не может идти на стыковку с другими. Потому что там возникают эти социалистические воззрения. Вот. По сути, пока есть такая возможность. У тебя же, получается, сейчас преимущество перед всеми. У тебя есть партия и ты четвертый партий. И, по сути, ты уже должен приглашать к себе в партию. Ну, заходите ко мне в партию. Если раньше ты говорил, а какая у вас партия? А давай соединим вот эти партии. А вот эти. А давай попробуем соединить там ежа с гадюкой. Ну, не получалось ничего. А ты спокойно можешь. Заходи ко мне в партию. И мы продолжаем все. Конечно, если бы вернулся на Крыму, я бы намного больше принес в пользу для партии. Тяжело из-за рубежа помогать. Ну, разве что-то для таких интервью. Да, надо больше интервью, больше своевременного времени давать людям. Потому что люди сейчас все равно будут искать надежду. Потому что надежды на Порошенко, на власть нет. Нужна зажечься новая надежда. Те такие же, которые бегают вокруг, кричат. А сейчас людям надо покажите, что делать. Хватит уже критиковать. Ну, что толку? Ну, все уже знают. Ну, украли, убили. Ну, больше украли, больше убили. Это мне поражает, действительно, сегодня вот. Что ни вноси в медиапространство какую-то новость, вообще не обращая внимания. То есть люди настолько смирились, все поняли. А что делать? Власти, воры. Строить организацию. Тут ничего нового. Вот Ленин придумал, говорит, надо строить организацию. Вы строите организацию, там эта организация берет власть, она делает то, что надо. Но, опять же, вы должны голосовать не за человека. У нас же продолжают бегать за... А, ой, Гарна Девченко. Смотри, какой он классный. А теперь уже пора голосовать за идеологию. Потому что эта идеология должна быть внутренняя. Ну, надеюсь, может проведем конгресс. Во всяком случае, у тебя здесь происходит, я так понял, чуть ли не каждый день конгрессы. И сегодня масса встреч с политиками. Пусть приезжают больше, мы через тесто нам доступны. Приглашаем остальных, приезжайте. За адресом ко мне не всем скажу. Хорошо. Зарабатывайте или делайте деньги. Так... Только... ...